Зал Вологодского областного суда, где происходит рассмотрение апелляционной жалобы по делу Дениса Раздрогова, занят на три дня. Именно такое время выделили для рассмотрения этой инстанции. Напомню, больше года назад трое мужчин в одном из ночных клубов Великого Устюга стали участниками конфликта с местным жителем. Молодой парень выгнал трех дебоширов, и они вернулись с ружьем. Раздался выстрел. Денис получил ранение в ногу, скончался в больнице. После многочисленных судебных заседаний вынесено решение. Стрелявшему назначили 12 лет лишения свободы, 6,5 и 7 соответственно двум другим участникам дела. Но с таким исходом они оказались не согласны. Считаю, что предмога Рекурсского районного суда незаконно не предпринимается. Судово инвентивно, на скором не отзывах обязательств. Делы государственных соответствующих практически на 5% дела. И доводят судатами станции, используются неопределённые выражения. Скажаются и предпринимаются. Если кратко, сторона защиты просит переквалифицировать дело в отношении Сергея Попова, того самого, который совершил роковой выстрел. Ну а двух других участников процесса и вовсе оправдать. Среди доводов, сомнения в качестве оказываемой медицинской помощи, а также наличие нескольких процессуальных вопросов. Сторона защиты достаточно подробно в суде первой инстанции указывала на недопустимость тех формулировок обвинения, которым пользовался и которые были указаны, собственно, в обвинительном заключении, которое и подлежало оценке. Там не совпадают временные промежутки. С такими доводами сторона обвинения не согласна комментировать саму ситуацию. Родственники погибшего Дениса Раздрогова пока что отказались. Отвечал на все вопросы и оценивал ситуацию во время заседания адвокат семьи. Мы считаем, что суд первой инстанции относительно выводов о доказанности, вины всех трёх подсудимых, о их правовой оценке, суд сделал абсолютно верные выводы, с которыми мы согласны. Считаю, что никаких нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела судом первой инстанции допущено не было. Решение Вологодский областной суд озвучит сразу после премии. Результаты станут известны в течение ближайших двух дней.